Кинопривет из прошлого обнаружили в Бендерской библиотеке. Там в подвале нашли старую пленку с кадрами городской жизни 70-х-80-х годов. Они в свое время были сняты для большого документального фильма о Бендерах. И долгое время считалось, что отснятый материал утерян. Музейщикам теперь надо пленку отреставрировать, а потом еще отыскать кинопроектор, который позволит посмотреть кадры, снятые полвека назад. Этот кинопроектор они включали почти 30 лет. Во время боевых действий 92-го года он сильно пострадал. Объектив прострелен насквозь, поврежден корпус. С тех пор аппарат стоял в подвале. На днях его решили открыть и нашли в нем кинопленку. Посмотрели ее при хорошем освещении и увидели фрагменты последнего документального фильма, который снимался в советских Бендерах. Пленка была заправлена вот в этот кинопрад в частности. А если вы посмотрите в объектив, то, к сожалению, объектив в этой войне тоже пострадал. И выглядит он теперь вот так, простреленный пулями. Но благодаря тому, что фильмы здесь больше не показывались, вот этот последний фильм и чудом сохранился. И теперь мы его хотим отреставрировать и, возможно, показать 19 июня в следующем году на площади перед жителями города. Пленка старая. Она рассохлась. И если ее прокрутить в киноаппарате, она может рассыпаться. Ее нужно сначала почистить, склеить, а потом окунуть в специальный раствор, который сгладит царапины. Трудоемкая работа не на один месяц. Но самое сложное – найти проектор, который сможет ее воспроизвести. Та самая пленка, о которой мы говорили, которую мы нашли в киноаппаратный, заправленный в киноаппарат сам. Фильм о Бендерах. Сейчас мы держим в руках вторую часть. И вот здесь как раз техническая информация о его названии, о формате. В демонстрационном зале библиотеки в 70-е и 80-е годы показывали фильмы несколько раз в неделю. В городе был богатый кинопрокат. Библиотекари привозили оттуда бобины с пленкой и устраивали сеансы для школьников. Мы брали кинофильмы, документальную хронику, показывали ребятам в ходе мероприятий. Тогда не было Wi-Fi, не было, как сейчас, интернета. И эти фильмы нас очень выручали, потому что ребята с удовольствием смотрели. Вас приветствует самый красивый город солнечной Молдавии – Бендеры. Бендеры в кинохронике раньше почти не появлялись. Это про Тирасполь снимали целые документальные фильмы. Поэтому пленка, на которой заснята городская жизнь – настоящий раритет. Всех, кто может помочь в ее восстановлении, просят обратиться в городскую библиотеку или краеведческий музей. Юрий Чанявский, Максим Кирьязов, Михаил Нестеровский, ТСВ. Юрий Чанявский, Бендера. Юрий Чанявский, Максим Кирьичевский, ТОС, НЕБЕ. Юрий Чанявский, Юрий Чанявский, ТРАС, Оргире, ТАО, twitter, посолlus Малин – США – Максим Кир'я Розакunciя.